Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как в Самаре проходит вакцинация пожилых людей? Кто поможет людям с ограниченными возможностями здоровья попасть на прививку от COVID-19? Как работает департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара в условиях пандемии COVID-19? В нашей студии Ольга Слесарева, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки городского округа Самара. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон студии 202-11-22. Ольга Владимировна, добрый вечер. Рад вас видеть. Здравствуйте. Здравия. Сегодня это стало актуально. И вот если говорить как раз вот об этой теме, как проходит прививочная кампания вот на территории городского округа Самара? Ну, мы наконец-то достаточно активно стали вакцинироваться. И в ноябре темп вакцинации гораздо выше, чем предыдущие месяцы. Немножко нас подстегнуло, конечно, постановление главного врача санэпиднадзора до этого июля, когда определили категории граждан, которые обязательно должны быть вакцинированы. И это понятно. Это работники, которые каждый день идут в население, работают с людьми во избежание распространения новой коронавирусной инфекции, они, конечно, должны быть вакцинированы. И на сегодняшний момент у нас уже 70% населения от прикрепленного в поликлинических отделениях, а прикреплено у нас миллион 21 тысяч человек на территории города, уже вакцинированы. И хочется отметить, что граждан пожилого возраста проживают у нас на территории чуть больше 300 тысяч, которые прикреплены опять в поликлинических отделениях. И на сегодняшний момент у нас уже вакцинировано 58%. То есть немножечко отстает пожилое население, немножечко опасаются, наверное, за свое здоровье. Об этом, знаете, поговорим сейчас чуть позже. А вот как вы считаете, помогла ускорению вакцинации розыгрыш материальных призов? Вот то, что происходило. Да, конечно. То есть народ, это тоже обратил внимание. Однозначно, да. Мы вот два месяца разыгрывали. Это была акция, это было в июле, это было в августе. Как раз самый пик вакцинации пришел именно на эти два месяца. И, конечно же, у нас победители были выбраны, вручили два телевизора и сотовые телефоны, и ноутбук. Поэтому, конечно, люди очень довольны, вакцинировались, да еще и их за это поощрили. То есть за то, что они сохранили собственное здоровье. Ну, скажем так, да, хорошо, что это произошло, и, наверное, может быть, даже имеет смысл это продолжать. Вот если говорить как раз об опасениях, смотрите, какая ситуация. Лично я уже ревакцинировался. Вот прям буквально недавно я сделал второй этап, спутником ВИЗ, сделал два укола. Все великолепно. Делал ревакцинацию в областной библиотеке, тоже очень удобно, широко, замечательно. Но речь ведь не об этом. Вот пожилые люди, вы сами сказали, что там процент пониже. И вот это как раз тема. Вот как убедить пожилых, на ваш взгляд, взгляд эксперта? Потому что, да, опасения есть, сейчас на головы людей сыпется огромное количество информации. Я сам много раз слышал от людей. Я подумаю, причем даже от людей близких. И вот это, подумаю, иногда может растягиваться на долгое время. И так вот, как переубедить? Ну, переубеждать, конечно, надо. Потому что мы обязаны заботиться. Мы обязаны просто заботиться о старшем поколении. И они нам очень нужны. И, к сожалению, да, по статистике, 75% тех, кто находится в реанимации с этим заболеванием, это граждане пожилого возраста. Это граждане старше 60 лет. Поэтому, конечно, многие думают, я не работаю, я сижу дома, я никуда не выхожу, да, продукты мне приносят дети. Ну, два-три раза, да, погуляю с собакой, либо вот за хлебом выйду. Я особо не контактирую, я ношу маску, поэтому, наверное, мне не надо вакцинироваться. Но это понятно, что глубокое заблуждение. Потому что, несмотря на то, что люди сидят дома, это статистика уже подтвердила, да, они все равно заболевают. Вот, соседи, которые пришли поздороваться, внуки-родственники, которые пришли из школы и навестили бабушку. То есть от того, что закрыться дома и никуда не выходить, это не получится. Поэтому, конечно, надо вакцинироваться для того, чтобы, вот я всегда говорю, если есть хотя бы 1% того, что я заболевание перенесу легко и не тяжело, вот мне, если эта вакцина дает, то ее надо сделать. Потому что... Согласен. Потому что, ну, пусть чуть-чуть, но я буду уверена, что я не попаду в реанимацию. Поэтому обязательно. Мне подсказывают, что есть звонок в студию, давайте пообщаемся со зрителем, потому что, ну, зритель это святое. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, и мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я хотела сказать, что, несмотря на то, что я вакцинировалась, все-таки, наверное, не успела, и я заболела. А я хотела бы уточнить такой вопрос. На какой срок предполагаются, дают лекарства бесплатные врачи из поликлиники? Ну, Ольга, конечно, вам надо обратиться с этим вопросом в поликлинику, Министерство здравоохранения. Если вы оставите свой номер телефона, мы обязательно этот вопрос уточним, поскольку все-таки это вопрос к медицинской организации в первую очередь. Поэтому оставляйте свой номер телефона, мы с вами завтра свяжемся, и дадим полную консультацию по вашему вопросу. Как можно получить медицинские препараты? Если у вас ковид подтвержденный, и вы болеете, то вот в этот период времени, конечно, вам обязаны предоставить бесплатные медицинские препараты. Ольга Владимировна, вы знаете, здесь еще какой момент важный, если продолжать тему людей пожилых, людей в возрасте, вот ваших, скажем так, подопечных. Они ведь, среди них много людей слабых. Вот как организовать процесс? Много тех людей, кто ходит тяжело, кому тяжело в очереди сидеть. Вот с ними что делать? Ну, конечно, к таким людям выезжают бригады и вакцинируют. Достаточно оставить заявку в поликлиническом отделении, где вы прикреплены, и сформируется несколько заявок в один день, и, конечно, бригады врачей выйдут и провакцинируют на дому. И такое практикуется на сегодняшний момент. И даже маломобильные граждане у нас, конечно, не должны ходить вакцинироваться сами. Они плохо передвигаются, да, многие на колясках. Поэтому, безусловно, мы направляем... Есть такая возможность, надо ей пользоваться. Есть такая возможность, конечно, позвонить, записаться, и в определенные дни и время к вам придут на дом и провакцинируют. Я предлагаю сделать паузу. Давайте сюжет посмотрим на эту тему, а затем мы продолжим нашу беседу. Сергей Савельевич Лобачев рассказывает, что в 17 лет ушел добровольцем на фронт. Освобождал Белоруссию, затем Прибалтику. Был командиром пулеметного расчета. Получил ранения в Литве, но после госпиталя вновь вышел на службу. После окончания войны трудился в колхозе. В арсенале ветерана награды за отвагу и боевые заслуги, а также орден Великой Отечественной войны. После всего пережитого Сергей Савельевич воспринял ковид спокойно, без паники. Оптимизм и бодрость духа помогли ветерану оправиться от болезни всего за месяц. Арганизм мой такой, мой живой арганизм. Видишь, он никогда не уставал, и всегда я такой. Любовь к людям, вот, только всего. А всех я люблю, и старых, и малых, все около меня. Сейчас вот потеплее сейчас включу, здесь у меня барабан, выйти сюда, у меня провода. Он включу, там сейчас Русланова как запоет, они все старухи около меня. Какая поет, какая пляшет. Вот так вот. Ну как тут не любить все это. Жить-то надо же человеку. В больницу Сергей Лобачев попал в декабре прошлого года с 30-ти процентным поражением легких. Новый год ветеран встречал уже дома. Сейчас Сергей Савельевич живет один, но к нему регулярно приходит его лечащий врач и следит за здоровьем. Мой любимый пациент. Конечно, посещаем мы его очень часто, регулярно, вместе с медицинской сестрой, делаем патронажи, ведем его хронические соматические заболевания, наблюдаем его. Он передает свой жизненный опыт, рассказывает много, как он воевал, про свои травмы, как он их стойко переносил. По дому помогает Елена Скворцова, соцработник, которая за три года уже стала для ветерана как дочь. Сходить в магазин, оплатить коммуналку, приготовить обед, да и просто по-человечески поговорить. Мужчина не представляет свою жизнь без помощницы. За эти годы и сама Елена прикипела к ветерану. Наши клиенты нам становятся уже как родные люди, ко всем мы относимся по-семейному. Они к нам привыкают, мы к ним привыкаем. Медики напоминают, в избежании заражения коронавирусной инфекцией необходимо использовать средства индивидуальной защиты, сохранять социальную дистанцию и избегать мест массового скопления людей. От ответственности каждого зависит не только собственное здоровье, но и состояние старшего поколения. Ольга Владимировна, еще одна важная тема, волнующая всех, наверное, людей пожилого возраста, это социальные карты. Вот как сейчас выглядит ситуация с разблокировкой социальных карт? Ну, все мы понимаем, что это была вынужденная мера, поскольку очень был высок процент заболеваемости в начале ноября. И, конечно, чтобы удержать максимально людей дома, чтобы соблюсти социальную дистанцию, чтобы уменьшить количество зараженных, была принята вот такая мера, как заблокировать социальные карты и разблокируемые их при предъявлении QR-кода. Для того, чтобы разблокировать карту, не обязательно куда-то идти. Механизм происходит так. Вот я пришла в поликлинику, я вакцинировалась, сделала вторую прививку, и мне выдали сертификат. В течение суток информация от Министерства здравоохранения попадает в транспортную карту для того, чтобы разблокировать человеку эту карту. То есть в течение суток. Те люди, которые хотят, вот вышли из поликлиники, и вот сейчас хочу в эту же минуту разблокировать, да, они могут обратиться в управление социальной защиты для того, чтобы им там либо зарегистрировали в личном кабинете в государственных услугах, либо распечатали QR-код, который они получили в силу того, что вакцинировались. Можно обратиться для распечатывания QR-кода, который дается каждому человеку, кто вакцинировался, в любое отделение МФЦ, в комплексные центры социального обслуживания населения. Они находятся в каждом районе города. И наши специалисты помогут и зарегистрироваться на госуслугах, даже если у вас кнопочный телефон, зарегистрироваться в госуслугах, распечатать QR-код. И расскажут дальше, как быть для того, чтобы и когда будет разблокирована социальная карта. Здесь важный момент, если я правильно понимаю, работ, то есть никого, во-первых, не оставят без внимания, то есть кто бы не пришел, обязательно проявят внимание, сделают все, что необходимо. Совершенно верно. Если человек обратился, ему расскажут механизм действия, куда прийти, что показать, когда разблокируют, то есть все-все по пунктам разъяснят. Можно обратиться на горячую линию, я могу даже продиктовать этот телефон, 8-800-100-56-61. Еще раз. Это 8-800-100-56-61. Это телефон горячей линии, она многоканальная, туда можно позвонить, там дадут консультацию, как действовать, если вдруг вакцинировались и карта еще остается заблокированной, либо еще не вакцинировались, каким образом и что делать, для того, чтобы получить QR-код и разблокировать социальную карту. Давайте обсудим, вот ваши текущие дела началась, зима, скоро Новый год, но Новый год еще через месяц, вот сегодня у нас 1 декабря. Вообще, насколько сложнее сейчас будет работать, потому что, ну вот, к сожалению, вчера было стихийное бедствие, то есть ледяной дождь, и очень сложно на самом деле было, экстремальная, на самом деле, ситуация. Как вообще на вашей службе это все отражается? Потому что очень тяжело было, реально. Ну, конечно, все, кто звонил нам, мы просили на сегодняшний день оставаться дома, если есть такая возможность, в избежании каких-либо травм, потому что действительно погода неординарная, в одночасье все, да, и очень сложная, поэтому лучше, если пожилой человек, да, лучше есть человек с ограниченными возможностями посидеть дома, и сегодня можно было более-менее уже передвигаться по городу, да. Все консультации, которые мы могли дать, мы давали их по телефону. И сегодня, вот, 1 декабря, мне хочется сказать, что вот, раз уж я сегодня именно попала к вам в эфир, что у нас с сегодняшнего дня новая социальная выплата вводится на территории городского округа Самары. Так, ну-ка, поподробнее, да, да. Это очень приятно. Впервые, да, она введена в результате послания губернатора Самарской области Дмитрий Глючазаров дал задание разработать дополнительные меры поддержки медицинским работникам. И вот с 1 декабря мы уже можем принимать заявление на ежемесячную выплату студентам и ординаторам, которые проходят обучение в высших учебных медицинских учреждениях по целевому направлению. То есть, если он проджитель города Самары, и наша больница на территории города дала целевое направление студенту или ординатору, они проходят обучение в любом медицинском вузе на территории Российской Федерации. И с этого дня они могут к нам обратиться за выплатой этого пособия. Мы выплатим в этом году пособие с сентября, то есть, учитывая 4 месяца за эти полгода. И на следующий год студент уже может обратиться, и мы ежемесячно в течение учебного года будем выплачивать совместно с Министерством здравоохранения и стипендию данному студенту. На самом деле очень важно. Почему? Потому что мы сейчас, ну, наверное, даже не сейчас, вот за последние два года осознали, какая важна эта профессия. Доктор, медик, скажем так. Доктор, врач, медсестра, санитарка. Переоценка ценностей произошла, и мы, наконец, осознали, что есть истинная ценность, а что временное, наносное, и на самом деле не заслуживает вот такого внимания. Ну, это всегда была самая уважаемая, одна из самых уважаемых профессий врач и медицинский работник. А сейчас, в такое время, конечно, мы, наоборот, больше стали ценить и понимать этих людей, как сложно им иногда приходится с нами, с пациентами. Да, да, тем более, что мы бываем, в общем-то, пациенты беспокойные. Тут, видите, еще как бы некоторых надо убеждать о том, что надо лечиться, но, к сожалению, приходится. Вот, кстати, если говорить о поддержке, о награде, вот в этом году предусмотрены награды для жителей. Год очень сложный, на самом деле, очень сложный год, да и предыдущий тоже. Так вот, награды для жителей за воспитание детей, за какие-то вот самоотверженные поступки. Ну, да, действительно, у нас как раз с сегодняшнего дня, с 1 декабря тоже, мы начинаем прием заявок на две награды. Так, давайте подробнее. Думой городского округа Самары утверждены две награды. Это награда за заслуги воспитания детей и награда за самоотверженность. За заслуги воспитания детей это может получить награду родителей, либо лицезамещающие родители, опекуны, приемные родители, которые воспитывают двух и более детей с 7 до 18 лет, которые достигли в своей жизни каких-то успехов в творчестве, в спорте, в производстве. То есть родители воспитывают и воспитали достойно граждан нашей страны. Это за заслуги воспитания. Эту награду, за эту награду могут обратиться трудовые коллективы. А вот хотела, процедура, да, как вот, как стать-то, сам себя же не выдвинешь, наверное, не очень корректно. Да, конечно. Мама работает в коллективе. Мы ее знаем. У нее дети, она постоянно приходит, говорит, мой ребенок сегодня вот там, вот там победил, да, награды позвать. Ну почему бы трудовому коллективу такую маму не поощрить и не направить в администрацию города, либо в Думу, ходатайство о присвоении есть звание за заслуги воспитания детей. Либо образовательная организация, в которой учатся дети. То есть она тоже имеет права? Да. Либо спортивная организация, где дети занимаются спортом. То есть любой трудовой коллектив, любая организация может выдвинуть своего кандидата на получение этой муниципальной награды за заслуги воспитания детей. Ну а за самоотверженность то же самое коллективы могут выдвинуть. У нас очень часто выдвигают органы полиции, МЧС, выдвигают своих сотрудников, либо граждан, которые, ну, помогли утопающим, ну, помогли при пожаре, да, совершили какие-то такие действия, которые, в общем-то, помогли другому человеку, либо спасли жизнь, да, либо предотвратили какое-то несчастье. Поэтому за самоотверженность это тогда, когда человек самоотверженно отдается либо своему делу, либо совершает какие-то поступки, за которые их мы можем наградить. И та, и другая награда, она предусматривает и денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Как правило, у нас выдвигаются ежегодно пять наград за заслуги воспитания детей и пять наград за самоотверженность. Владимир Владимирович, а вот процедура вот эта, затем как вот отбирают? Вот есть же, наверное, некий процесс. Ну, вот с 1 декабря до 1 марта можно подать документы. С 1 декабря до 1 марта? Да. Подаются документы. Как только заканчивается срок... А не сложные документы? Нет, нет. То есть там в произвольной форме можно писать? Нет, перечень документов можно посмотреть у нас на сайте, на странице Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Абсолютно не сложные. Это свидетельство о рождении детей, справка в отсутствии судимости, характеристика, то есть там копия паспорта. Это документы, практически все, которые у нас есть в наличии. Ну и понятно, что если за заслуги воспитания детей это награды и достижения детей, если за самоотверженность это какие-то документы, подтверждают, что человек совершил самоотверженный поступок. Перечень документов небольшой. Вот мы собираем все, кто подали заявление. Дальше мы членом комиссии, есть комиссия в Думе, куда мы направляем все эти заявления, и комиссия рассматривает и выбирает из всех самых достойных. Пять, значит, человек или семей за заслуги воспитания детей, и пять за самоотверженность. И рекомендует Думе наградить этих людей. И документы направляются в Думу городского округа Самары. После этого Дума собирается, да, и принимает решение, наградить или нет, достойно или нет. Если Дума принимает решение, да, вот эти граждане достойно награждать, то и в торжественной обстановке вручается знак нагрудный, подарок и премия, единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей. Кто в комиссию входит? В комиссию входят и депутаты, и общественные деятели. А, вот это важный момент. То есть представители общественности тоже есть? Конечно, обязательно. Но депутаты у нас тоже, представители как раз нашей... Согласен. И общественная организация, совершенно верно. И, соответственно, а сколько человек? В комиссии? В комиссии, да. В комиссии 9 человек. 9 человек. Ну, то есть это, в общем... Солидная комиссия. Солидная комиссия, разные мнения, соответственно. И когда, вот когда, вы сказали, до 1 марта идет прием заявок, и когда так спит процесс? Да, и до 1 июня принимается решение о том, кто будет награжден. И, как правило, в июне мы уже проводим торжественное награждение. Замечательно. Приглашайте, когда будет этот процесс, потому что, на самом деле, очень интересно посмотреть вот на этих достойных людей. Это, на самом деле, очень важный пример в наше время, в наше сложное время. Конечно. Люди, которые детей воспитывают, ну, и которые помогают другим, это вообще, я считаю, святые люди. Совершенно верно. Ольга Владимировна, скоро Международный день инвалидов. Важный день, потому что, ну, понятно, что мы должны о них помнить каждый день, но отдельный, ну, день для них, праздник, может быть, даже так, хотя слово, наверное, не знаю, подходит ли здесь. Вот, что делается для данной категории жителей на территории городского округа Самара? Ну, действительно, 3 декабря, это Международный день инвалидов, и он, наверное, и создан для того, чтобы привлечь внимание к проблемам этих людей, привлечь внимание к тому, какие достижения в жизни есть у граждан с ограниченными возможностями. И на территории городского округа Самары есть программа «Самара детям мы разные, мы равные». Она у нас действует уже давно, и в рамках этой программы, конечно, мы оказываем помощь деткам, у которых ограниченные возможности. это и приобретение компьютеров для того, чтобы... А сейчас это наиболее актуально, потому что у нас постоянно с вами в силу санитарной эпидемиологической обстановки дистанционное обучение. Ну да, то очно, то заочно, к сожалению, то дистанционно. Да, у нас в этом году было предусмотрено около 2 миллионов денег на приобретение этих компьютеров, и мы их вручали, и вот сейчас к дню инвалидов еще 10 компьютеров будем вручать. В рамках этой программы мы предоставляем и выплачиваем единовременное пособие детям с ограниченными возможностями, которые являются выпускниками учебных заведений. Это 9-й либо 11-й класс в размере 10 тысяч рублей. То есть эту выплату можно было оформить до 1-го ноября подать заявление. В рамках этой программы мы осуществляем профильные заезды мать и дитя, когда ребенок самостоятельно не может поехать в санаторий, да, и поэтому мама и дитя, то есть мамочка сопровождает своего ребенка, чаще всего это либо ДЦП, либо ментальник, либо какое-то другое заболевание, с которым ребенок не может самостоятельно один находиться в оздоровительном учреждении. И в этом году впервые мы осуществили заезд в летний лагерь из оздоровительных детей с ментальными нарушениями. То есть у нас каждый год оздоравливаются дети колясочники. Волжеский Артек в этом году принял впервые и ментальников. Там тоже обычная детская смена. Вот это очень важно. Она инклюзивная, да. То есть там обычные детки. И в одном из корпусов проживают 15 детей, допустим, ментальников вместе с родителями. Вы знаете, когда смотришь, как они проводят вместе время, как они выступают на сцене, как аплодируют им детям. И стирается вот эта грань между здоровым ребенком и ребенком с ограниченными возможностями. Вы знаете, очень много было сомнений у мам, а нужно ли... Я слышал об этом очень много. А нужно ли мой ребенок... Нужно ли ему показывать вот эту сторону жизни? Даже не столько показывать сторону жизни, а не будут ли агрессивно дети реагировать на моего ребенка, потому что он не такой, как они, потому что у него физические какие-то... Ну, сами знаем, дети есть дети. Но, тем не менее, это проходит на ура. И родители здоровых детей, и родители с ограниченными возможностями детей говорят после смены спасибо, что вы друг другом нас познакомили. И мы дальше будем дружить. И уже записываются на следующий год именно в смены, где будут у нас оздоравливаться дети с ограниченными возможностями. У нас есть программа социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста. Эта программа уже рассчитана на взрослое население, на поддержку детей, семей и взрослых уже людей с ограниченными возможностями. Мы проводим много мероприятий. И вот на вашем канале 5 декабря будем онлайн концерт проводить. Поэтому приглашаем всех вас смотреть в 17.00. Будем поздравлять всех с Международным Днем Инвалидов. Ольга Владимировна, спасибо за беседу. К сожалению, время программы подошло к концу. Спасибо вам за то, что вы делаете. Дай бог вам всего самого лучшего. В нашей студии была Ольга Слесарова, руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки городского округа Самара. Всего вам доброго. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин